В последнее время насмотрелся очень много роликов про здоровое питание, в том числе про молочные и кисломолочные продукты. Утверждение, что в магазинах купить натуральный йогурт практически невозможно, ну, в принципе, соглашусь. Но, тем не менее, вот халяль, йогурт турецкий продается, делается он в России, в Рязанской области. Молоко цельное пастеризованное, закваска, молочно-кислый стриптококк, болгарская палочка. Ну, все знают, что йогурт придуман, в принципе, в Болгарии. И болгарские йогурты, они, ну, суперполезные и абсолютно здоровые. Кто-то хочет, может делать сам, но я предпочитаю покупать вот либо такой 4% йогурт, либо покупаю, вот, есть такой йогурт натуральный, особая коллекция. Производится он у нас тоже в России, в городе Пензе. Если посмотрите, молоко нормализованное, йогуртовая закваска и все, больше ничего нет. Никакого сахара ни в том, ни в другом йогурте нет. Что касается кефира, точно такая же мулька, извините за мой молодежный сленг. Я покупаю вот особую коллекцию, то есть, натуральный кефир, молоко нормализованное по жиру, закваска на кефирных грибах, 3-2% жирности. Никакого сахара, никаких дополнительных забавок. Если вы хоть немножко знаете, как все это готовится, то в каждом, ну, в молоке содержится сахар, как таковое. Ну, его называют лактозой еще, если я правильно понимаю. Я, конечно, не специалист, не медик, не доктор. Но когда появляется там палочка, вот эта болгарская палочка, то он начинает бродить, и в результате сахар перерабатывается. Получается кисломолочный продукт, который очень полезен для здоровья. Что касается сыров. Слушайте, ну, я не так много ем сыров, но предпочитаю есть разные сыры. Конечно, понимаю, что самый оптимальный сыр, который любит моя жена, это из овечьего молока или из козьего, потому что там практически вообще нет никакого сахара, ничего, он очень полезен. Ну, я не так люблю, я предпочитаю обычные российские сыры различные, костромские, российские, пашихонские. И тот же самый пармезан, который я привожу из-за границы, хотя он сейчас в России совершенно спокойно продается, я использую в основном для готовки. Макарошки детям, мясо запекаю с пармезаном, там еще что-то. Так я его не особо люблю, он солноват для меня. Ну, вот, коротко, что я хотел сказать про молочные продукты. Я еще раз говорю, я не специалист, и мне уже почти через несколько месяцев, уже сейчас будет 60 лет, у меня было сделано много операций, в том числе, там, рак вырезали почки поджелудочные. И я слежу за своим здоровьем и за тем, что я потребляю. Вот, рекомендую. Кроме кето-диеты, как таковой, я не придерживаюсь ее жестко. Доктор Берг, конечно, молодец. Я очень много ем зелени, кисломолочных продуктов, ем достаточное количество фруктов. Сахар я не ем уже много лет. Пью чай, кофе. Чай в основном из трав и кофе без сахара. Естественно, соль я тоже не потребляю, все ем без соли. Вот, примерно так. О здоровом образе жизни я молочных кислых продуктах.